5 ошибок в выборе машинки для перманентного макияжа. Всем привет, меня зовут Елена Нечаева, я создатель сети школ, сети студии и первого прозрачного производства по пигментам для перманентного макияжа. Первое. Никогда не покупайте машинку на обучении, ту, которую продает вам мастер, потому что в 99% случаев это китайский ноунейм, которые просто забрендовали для таких вот, как вы, не зная, которые готовы купить машинку, которая стоит 5 долларов за 200 долларов, например. И это большая ошибка. На самом деле вы должны к обучению подготовиться и уже прийти со своим оборудованием, которое вы осознанно выбрали, на котором вы уже долгое время штриховали, понимаете, как оно работает, и когда у вас уже даже в общем и целом штрих поставлен, рука поставлена, чтобы вы могли просто с мастером уже на моделях откатать постановку рук, вот эти все детали и нюансы. Поэтому сначала пройдите онлайн обучение максимально долгое, максимально длинное. Например, в нашем клубе инкубатор, где вы сможете изучить вообще все, основы штриха, растушевка, всю теорию, вообще все на свете. В том числе выбрать по советам участников клуба какую-нибудь машинку, которая вас не подведет и не будет строить конских денег. И не бойтесь, что вы придете на обучение со своим оборудованием, потому что хороший мастер сможет работать в принципе на всем, чем угодно. Вы должны будете с обучения уйти и работать уже в одиночестве, и вы должны точно знать, как ваша машинка работает на людях и уметь с нею обращаться. Не ведитесь на то, что школа вам еще и продает какие-то машинки. Второе. Не покупайте дорогую машинку, потому что вы такой весь на энтузиазме, приходите в эту новую профессию и можете себе позволить все, что угодно. Есть машинки, которые стоят 100 и 150 и выше тысяч, и на самом деле принципиально огромной разницы вначале вы не почувствуете. Вы можете купить какое-нибудь оборудование. Например, есть совершенно бесконечно трепетно любимая мною машинка Билар Эйр. Она беспроводная, она достаточно дорогая. И в этой же компании есть вообще недорогая машинка Ксион. И вы можете на первое время купить вот эту недорогую машинку, потому что она очень редко ломается, потому что она очень стабильная, потому что компания с именем, там есть гарантия. Вот это вот все, что вам поможет в принципе в работе. Но купив очень дорогое оборудование, вы можете вдруг в процессе понять, что это не ваша профессия, у вас не получается, у вас не получается рисовать, вы не усидчивы, там что-то еще. Вам с людьми не нравится общаться, трогать их не нравится. Короче, может быть куча причин, и это дорогое оборудование продать также задорого у вас не получится. Вы даже можете купить не Ксион, а например какой-нибудь Маст за 10-15 тысяч. И им тоже в принципе первые несколько месяцев вы прекрасно сможете работать. А еще лучше всегда имейте 2-3 машинки, потому что бывает такое, что она берет и в процессе ломается. Особенно если это недорогая машинка, и во время процедуры, например, или где-нибудь на обучение вы возьмете и окажетесь без оборудования. Поэтому запасная всегда должна быть. Когда вы поймете, станете уже более опытными, вы поймете, что еще и есть машинки разные по, например, вылету иглы, по ходу. Вы выберете для себя уже более осознанно оборудование, подходящее именно вашей руке. Потому что, ну например, я знаю точно, что у меня рука тяжелая, я заглубляюсь часто. Поэтому мне нужны короткоходы, длинноходами я не работаю. А есть люди наоборот, которые настолько легко работают, что с короткоходами у них практически нулевые остатки. Но это вы все понять сможете только после обучения, после того, как вы попробуете уже на коже работать. Поэтому никогда не покупайте в самом начале дорогое оборудование. Можете пожалеть. Не покупайте также китайский ноунейм. Когда вы просто залезли на какую-то Алибабу, выбрали какую-то дешевую машинку, она к вам пришла. У меня есть опыт долгий работы с такими машинками. Они, мало того, что они будут ломаться, да, она может работать год, а может ломаться через день вообще. Переставать работать, и вы будете как карандаши выкидывать. Самое плохое, это то, что у них какой-то вот такой, знаете, часто бывает нестабильный ход иглы. То там вот так вот вылет, то он вот так скачет, то мотор как-то меняет звук прям в процессе. И это все говорит о том, что и ваш прокрас, и вот вообще повреждение кожи, все будет неравномерно. Там будет цепляться, травмироваться, будут толстые корки, остатки маленькие. И работать будет вам сложно и тяжело, и вы будете даже думать, может быть, даже поймете, что эта профессия не ваша, именно потому что у вас такая вот дерьмовая была машинка, которая вас замучила во время обучения на первых процедурах, и руки опустились, что получается такая пятнистая какая-то ерунда. Выберите нечто среднее, не сильно дорогое, там, не знаю, тысяч до 25-30. Вы вполне себе можете найти какое-нибудь оборудование, с которым можно работать, но которое не будет вас подводить. Ну, еще есть такой прикол, как машинки с нестандартными модулями. Некоторые школы или некоторые учителя продают свое оборудование, которым подходят только их определенные модули. Наверное, 90% всех машинок на рынке – это машинки, которым подходит огромное количество брендов разных модулей. Не то, что там конфигурация, а просто разные бренды, потому что у них вот эта основа, которая вставляется, она одинаковая. Но есть такие еще уникумы, которые продают машинки, в которых вот этот вот модуль, он такой индивидуальный, что он ни к какой другой машинке больше не подходит, и стоит достаточно дорого. Вы можете под впечатлением от авторитетности вашего преподавателя приобрести такую машинку, она тоже не будет дешевой, и потом вы будете привязаны вот к этим модулям, вы не сможете с них уйти, потому что эту машинку у вас никто не купит. Открою вам истину, никому она будет не нужна, хоть за копейки ее продавай. Потому что я, например, имела глупость купить у меня Биотек, у меня НПМ, у меня еще какие-то машинки, вот у них у всех индивидуальные модули, и вот они лежат мертвым грузом, и никуда их уже не деть. Поэтому не совершайте вот этих моих ошибок. И, наверное, самое редкое, что вам может попасться, но тем не менее может, не покупайте машинку, которая работает не с модулями, потому что все еще существуют машинки, типа Гиан Сана и какие-то такие тоже ноунейм китайские машинки, в которых вставляется игла, там она подгибается сложно, и потом одевается носик, и вот этой конструкцией вы уже работаете. Вы должны работать модулем. Это одноразовое, стерильное, то есть открыли, вставили, начали работать, после работы выкрутили, выбросили, все, и забыли. Потому что вот эти вот машинки, в которые вставляются иголки, они могут быть нестерильны, и это опасно для вашего клиента. Это уже прям очень прошлый век, уже никто не работает такими машинками, за исключением каких-то очень редких вот этих приверженцев, вот этих вот машинок, где отдельно вставляется игла. Существовало такое мнение, я тоже когда-то на них работала, что вот эту иглу, которую ты там вставляешь, сам подгибаешь, ее можно настроить как-то так вот интересно, прям идеально, чтобы она не дребезжала, не вибрировала. Но на самом деле все современные модули очень хорошо настроены, у них нету боковой вибрации. Если она вдруг есть, то просто посмотрите, скорее всего, вы не доставили модуль, и это такая частая ошибка новичков. Поэтому не покупайте машинки, которые не работают с модулями. Это прошлый век, и это может быть опасно для ваших клиентов.